МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С часу на час, потому что МЧС сегодня объявило метеопредупреждение. Прям ветер, ветер, сильный, сбивающий с ног. Так что, уважаемые слушатели, будьте аккуратны. Когда будете выходить из подъезда, двери открывать может задуть. Володя, мы когда обсуждать с тобой в следующий раз будем, новые обложки программы, обязательно Багира Шарифова пригласим. Потому что он так хорошо сейчас бьюгу изобразил. Багир Шарифов и Шамиль Бузиков, члены региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. У нас в гостях. Добрый день, коллеги. Собственно, те самые общественники, которые 25 числа и раскритиковали городские власти за плохую уборку города от снега. Добрый день. Добрый день. Что же вы все критикуете и критикуете, хочу я вас спросить. А караван идет и идет. Рассказывайте, что вызвало ваше возмущение? Да все, собственно. Вот сейчас мы как раз предоставим слово. Кандидату технических наук? Дущемуся деятелю, имеющему почетное звание образования Шамиль начинает. Шамиль Викторович там, видимо, основной ударной силой был на заседании в общественной полоте 25 числа. Да, то есть разложил там все по полочкам. Он даже удостоверение там показал. Что не так, почему не так. Это, кстати, было первое заседание группы в этом году. Собственно, вот у нас повод для встречи. Ну, дай бы Бог, не последний, конечно. А что, есть признаки такой возможности? Ну, после составления акта общественной проверки каждый год группу либо продлевают, либо не продлевают. В общественной палате? То есть мы на крючке? Да, мы на крючке. То есть если нас продлят, то мы будем дальше работать. Что общественная палата может не продлить полномочий рабочий групп? Если нас не продлят, то мы тоже дальше будем работать, если процедура голосования. Проходит. А когда она проходит, извините? Весной. Нет, не весной. Это февральные месяцы, по-моему. Вот-вот. Так, давайте все по мере поступления. Все-таки начнем с того, за что вы критиковали 25-го числа деятельность городских властей по уборке снега. Буквально секунду, давайте начнем с того, как вот парковались мы сегодня. Я пять кругов здесь вокруг сделал, мне негде было приткнуться. Это вопрос платных парковок, вопрос другой программы. Извини, пожалуйста, Пакер. То есть, когда снег слева и справа, и припаркованные машины не почистена дорога, и даже им негде остановиться, они бросают их, где купало. Я тебе хочу заверить, что мы здесь, как люди, живущие практически каждый день, и весной, и летом ощущаем ту же самую проблему. На мой взгляд, это проблема уже платных парковок, которая давно в центре назрела. Давайте все-таки к вашей критике. Ну, критика у нас, как бы сказать, из двух вещей состояла, что ли. Двух разделов. Это первое, это уборка улиц, прежде всего. И второе, это организация дорожного движения в зимний период. Ну, все вы ездите по дорогам, все вы это прекрасно видите. Любой контракт открываем, смотрим. Ширина прежней части указана, указаны квадратные метры, все это красиво посчитано, все замечательно, все супер. Что по факту, все мы видим эту заснеженную обочину, размером там, начиная от метра, заканчивая где-то два, где-то два с половиной метра. И видим, как проходит по ней снеглуборочная техника, и все это красиво очистится. Вопрос, а почему обочину не чистим? И вот покажите мне в городе Кирове улицы, где, собственно говоря, вычищена обочина. Вопрос такой задавали властям? Конечно, конечно, задавали. Кто из представителей властей был 25-го числа? Ишутина был. Ишутина. И его начали его глава. ДДХ, дирекция дорожного хозяйства. Печенкин был. Да, собственно, весь свет Менькина только не было. Ну, это были те самые товарищи, представители городской администрации, которые у нас с тобой были в эфире. И, кстати, после эфира отработали каждое обращение граждан, которое к нам в эфир поступило, тоже по уборке снега. То есть два человека, которые отвечают. Один замначальник отдела благоустройства, другой исполняющий обязанности дирекции дорожного хозяйства. Вопрос был по уборке обочин. Ответ был получен? Конечно, был получен. Все работа ведется, мы делаем, все мы в рамках, все мы ввозим, но чистить не можем. Почему не можем? Транспорт припаркованный мешает, то мешает, другое мешает. В общем, очень много чего мешает. Я говорю, ну, хорошо мешает, но деньги-то ведь есть по контракту. В контракте заложены квадратные метры. Если заложен квадратный метр, и указана бальная система. Ребят, непочищенная обочина, о каких пятерках, о каких четверках даже вообще может идти речь? А ставят пятерки и четверки? А с какой регулярностью оценивается работа, собственно говоря, подрядчиков по уборке снега? В смысле? Ну, с какой регулярностью оценки выставляются? Раз в неделю, раз в месяц смотрят на их работу? А документы передаются в ДДХ, о количестве вывезенного снега. Регулярно нам в СМИ заявляют, там, убора на 9 тысяч кубических метров снега. Да нереально вообще. Выбора нам 6 тысяч кубических метров. Ну, это как бы, ничего такого сложного нет. Просто, когда мы стали от проблемы разбираться, на самом деле нам заявили, говорит, да, все фотографируется. На каждой единице автомобильного транспорта есть GPS-навигация, все это отслеживается. 1600 снимков, да? Нет, сказали, 16 тысяч снимков. 16 тысяч снимков. 16 тысяч снимков, что возмутило сразу. 16 тысяч снимков, плюс отследить по GPS-трекеру, это каждую машину. Нереально тоже. Вот, я говорю, сколько было задействовано? За какой период 16 тысяч снимков? Ну, вот, допустим, да. Сначала убора уброчного этого сезона? Ну, вот, допустим, да. Снег повалил, да, они за прошлую ночь убрали. И утром отчитываются. Убрали 9 тысяч кубических метров снега за ночь. Ну, глаз здорово, потрясающе. Как сосчитали? То есть, вчера они отработали, сегодня они утром уже рапортуют. 16 тысяч снимков за ночь. Как отработать? Ну, потом мы выяснили, что это цифры из потолка. Это цифры приблизительные из потолка. Приблизительные. Да, я задаю вопрос. А они как корректируются в сторону увеличения или уменьшения? Ну, как и в ту, и в другую сторону. Но обычно, как по этой практике, всегда меньше. А потом нам сказали, что есть снимки, есть вся эта информация, есть все остальное. А эти снимки, они в открытом доступе? Нет, конечно. И никто, ну, зачем они есть, как бы спросить. Вот зачем они есть? Ну, мы сделали четкий вывод, что там не существует критериев оценки и тем более регламентов, если они существуют, в чем я сильно сомневаюсь, они технически не могут быть обслужены. Поскольку в конечном итоге все упирается в деньги. Но вот я, например, услышал позицию, при которой удобно очень говорить ни о чем, а в итоге сказать, что нет денег. Например, обеспечить систему контроля учета вывозимого снега можно с помощью программного обеспечения. То есть это тоже стоит денег, правильно? Ну, мягко говоря, денег нет. Денег нет, денег нет, потом их дали, опа, распилили. Вот в таком режиме и живет ДДХ, как мне кажется. Потому что на наш ответ конкретно не было получено вопроса, на наш вопрос не было получено ответа. И вот все-таки сейчас только что прозвучало, что это дороги, это парковки, это другая проблема. Да хрен там, это та же самая проблема, потому что если мы реверсивное движение сделаем, знаки поставим, вот сегодня справа паркуемся, наверное, еще завтра слева, то все можно будет почистить. Этого не делают. Это кто? Собственник дорог, город, кто должен заниматься ДДХ? А почему нет? Потому что тупо нет денег на знаки. Вот вдумайтесь, нет денег на знаки. Я не соглашусь с Багиром Багировичем. Ну, нам так ответил Ишутинов. Денег нет на знаки. Подождите. В нашей студии он говорил о том, что они будут продолжать расставлять. Более того, почему знаки стоят в несколько раз дороже, чем они стоят где-либо? Почему у нас один, так сказать, знакопродавец учтен в том, что везде в контрактах? Это все лабуда. Не надо слушать. Просто вот если сейчас мы видим, что дорога не почищена, потому что стоит транспорт, так две причины. Нет знаков. Первое или второе. Там не происходит эвакуация. А если не происходит эвакуация, я очень часто в последнее время слышу, а давайте их эвакуировать. Давайте деньги на этом заработаем. Да давайте только сначала им сделаем парковки платные, бесплатные, а потом будем эвакуировать. На мой взгляд, надо разом все делать. И парковочную службу, и муниципальную. Да, но ты понимаешь, где мы живем, в какой стране. Это значит, что если мы начнем сегодня эвакуировать, то мы садим проблему в себе же, потому что мы с другой стороны являемся авторюбителями. Мы должны быть справедливыми и объективными. Но не получается. Да как не получается? У них не получается. Научим. Знаки очень дорогие. Постоянно выигрывает один. Вот это очень интересно. Одно юридическое лицо. Давайте мы разберемся с теми заявлениями, которые вы сейчас произнесли. Во-первых, что знаки стоят дороже, чем где бы то ни было. На самом деле, чего делаете такой вывод? Ну, если традиционно на контракт заходит одно и то же юридическое лицо. Подождите, вы сравнивали стоимость знаков с другими регионами, городами? Да, у Виталия Викторовича эта информация есть. У Виталия Абрама, коллега по городу. Да, смотри, конечно. Насколько разница между Татарстаном и Кировской областью в стоимости знаков? Отдельную программу нужно на этот счет делать, потому что мы еще там хотели, так сказать, как-то ближе подойти к теме уборки полигона. Мы-то пару нелегальных полигонов нашли. Нет, поглядите, подождите, не путайте, пожалуйста, нас и не сбивайте. Давайте мы начали про знаки и все-таки. То есть, ну, хотя бы, помните порядок цифр, там, на сколько процентов? В разы у нас отличается стоимость дорожного знака. 10-15 процентов. 10-15 процентов стоимость отличается. Вы говорите, что выигрывает все время один и тот же знакопродавец, как вы его обозначили. Изготовитель. Мы знаем имя этого знакопродавца? По-моему, Киров Сигнал, что ли? Отсылка к Браму. Мы ждем, значит, публикации Виталия Брама на эту тему. Да, я думаю, он по этому поводу точно ответит. Хорошо, то есть выяснено, что один знакопродавец. Мы надеемся, что этот материал будет выложен. Дальше. Вы говорите, что город не ответил на ваш вопрос, почему эти самые знаки, в конце концов, в достаточном количестве не выставляются на городских улицах. Ответил, денег нет. Так, а у нас в студии была другая информация, Володя уже начал об этом говорить. Когда мы встречались несколько недель назад с теми же людьми, что и вы, исполняющих Сишутиновым и Печенкиным, и мы делали на это счетные новости тоже, было четко сказано, что в этом году, в 2018 году, исходя из того бюджета, который они получили, запланирована покупка достаточного количества, полного списка знаков, которые необходимы для того, чтобы закрыть исторический центр. И улицы были конкретный периметр назван, первая. Значит, именно с той целью, чтобы начать как раз регулирование дорожного движения вот от этого центра. Знаки закупаются, цифры тоже были приведены, сколько денег на это выделено. Как я же говорю, удобная позиция. Денег нет, потом получили, распилили. Подождите, 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 еще ничего не сделано. Мы говорим о конкретном участке, который обозначал исполняющий обязанности Дирекции дорожного хозяйства. Исторический центр в этом году полностью, по их утверждению, будет закрыт вот такими знаками для того, чтобы обеспечить парковку, во-первых, до подням. В период времени это будет сделано. В течение года. В течение года. Если учитывать то, что год только начался. Все это, о чем мы говорим? Активно мы говорим о том, что... Возьмите распечатку в общественной палате и как бы... Секунду. Подождите, вы сказали, что вам заявили, что денег нет, а я просто вам говорю, что было официально сообщено, какое количество денег, а какое количество знаков будет установлено в историческом центре в Кирове. Абсолютно точно. Уже было сообщено, значит, публика об этом знает, а мы сейчас говорим о другой информации, нам сказали, что денег нет. Вот. Я просто пытаюсь понять, отказывались ли от этих слов или просто вы друг друга не услышали. Конкретно, лично мне, конкретно Шутина, пожалуйста. Я отвечаю за свои слова. Прервем сейчас на полную путь. Можно в эфир. Когда сидел Ишутинов и что он сделал? Нет, когда же сидел Ишутинов и после моего выступления, когда я говорил, ну, конкретные выборки по организации дорожного движения в городе Кирове, говорил, что вот этого нет, этого нет, знаков нет, по четным парковкам, по нечетным парковкам и так далее, так далее, так далее. Я, в принципе, закончил и господин Шутинов подвел такого умозаключения. Да, все, понимаю, а вот никогда не задумывались, сколько это может стоить денег. Это стоит, там, по-моему, приводил цифры 2,5 миллиона, по-моему, или 2,5 миллиарда ли, но каких-то 2,5 цифров он нам говорил. Не миллиарда, мне кажется. Вот, ну, конечно, не миллиарда. 2,5 миллиона, по-моему, говорил, все выделяется вот на дорожные знаки. А вот на это нужно столько, вот на это нужно столько, нужно столько. Причем на это на обновление знаков и плюс на установку еще новых. Да, плюс на обслуживание, по-моему, так было им сказано. 10 января 2018 года, это вот было уже в этом месяце, к нам приходили как раз Дмитрий Печенкин, Алексей Ишутинов. Новость сейчас на сайте не вижу, но вот отсылку к эфиру делаю, если вам, господа, будет угодно. Просто послушайте, что они говорили для того, чтобы мы могли сравнить, да, показания, которые они давали в общественной палате 25-го и о чем говорили 10-го числа в этой студии. Я почему задаю эти вопросы, потому что хочется разобраться, то ли вы друг друга не услышали на этом собрании, то ли действительно кто-то отказывается от своих слов, которые были здесь вот уже заявлены в этой студии. Итак, давайте все-таки обозначим сейчас вот эти позиции. 10-го числа было сказано, что начнут в этом году с исторического центра регулировать как минимум парковку и продолжат в этом году разработку схемы по односторонним улицам, в том числе задействуя большие магистрали. Это то, чего, кстати говоря, вы тоже добивались и не раз об этом говорили. Это было тоже заявлено в нашем эфире. Кроме того, вспоминаем, что господин Шульгин заявлял, что в этом году будет создана муниципальная служба эвакуаторов, помните об этом, да, для того, чтобы именно эвакуировать нарушающих. Это третий шаг, третий уже шаг составляющий. А парковок не будет, да, до этого момента? Про платные парковки еще... Подожди, почему платные? Сначала дайте бесплатные, потом платные, потом эвакуаторы. Иначе быть не может. Иначе это просто они опять расчесывают население с другой стороны. Они с него снимают деньги. Ну, Свет, как так-то? Какие парковки? Объясни, пожалуйста. Какие ты видишь парковки? Оганизовать парковки. Еще раз. Четко, где ты видишь парковки, какими они должны быть, для чего организованы? Ну, вот когда мы регулируем движение налево-направо-право-левая улица, то есть там существуют же указатели, знаки, то есть люди могут парковаться сначала налево, потом направо, а не, так сказать, хаотично, да, чтобы можно было производить уборку снега. На сегодняшний день весь город вот в таких улицах, как здесь, да, он завален снегом, парковаться негде, вот только что пересместным комитетом. Я только что об этом сказала, я только что об этом сказала, что власти заявили, что в этом году в историческом центре полностью все улицы закроют вот этими знаками, о которых ты говоришь. Почему в историческом центре? Нет, я не согласен. Дальше у Багира Багировича требования, чтобы знаки встали в весь город, и тут ему отвечает господин Ишутинов, судя по всему, такой разговор и был у вас 25-го, что на весь город денег не хватит. Нет, не так, он вообще сказал, что денег у него нет. Нет, он бедный несчастный ДДХ, у которого бюджет, так сказать, 20% от 100% потребности, но хотя мы знаем, что наши коллеги-соседи, Ижевск, Казань, Свердловск, они выяснили, что оказывается существенно завышенные сметы и объемы потребления этих денег, поскольку есть на чем экономить, причем существенно, во-первых, нужно поэкономить на распилах, это однозначно, да, мы убедились в этом, в том, что аукцион проходит на дорожные работы и, так сказать, экономия составляет какие-то суммы денег, в данном случае до 30% выходило, да. Посмотрите, знаки-то розница, то есть там вообще может быть закопано, я не согласен с Шамирем, да не 10%, я вижу разницу минимум в 30% по стоимости знаков. Вот я в следующий раз постараюсь просто это все обосновать. Да, это надо уточнить, действительно. А вот смотри, на самом деле, если мы берем эвакуаторы, да ко мне уже приходят с предложениями, давай организуем такой бизнес, причем иногда единомышленники, ну, потому что иногда кушать, так сказать, хочется. Нет, почему бизнес, он бизнес-то есть, существует по поводу этого, порядка десятка у нас организаций занимаются эвакуацией, принадлительные. Так вот, я им объясняю, ребят, слушайте, какие же мы с вами будем общественники, так сказать, или вообще граждане, сограждане, единомышленники, если мы сначала не пролоббируем, в любом смысле этого слова, бесплатные стоянки, парковки, потом платные, чтобы у человека была возможность выбирать, то есть чтобы он мог у себя во дворе хотя бы ставить эту машину или где-то не платить за это деньги, а потом эвакуация, эвакуация нужна, но не так, как обычно, так сказать, в кнутом. Нужно человеку создать условия. Кстати, по поводу организации парковок, если Илья Шульгин говорил об этом в декабре или вот в начале января, о том, что зимние какие-то парковки надо организовывать в нашем городе, я, честно говоря, не понял, что он имеет в виду, якобы использовать какие-то прилегающие к дорогам пространства, чтобы машины могли туда заезжать и останавливаться, стоять там, но я просто не понимаю, где это можно сделать. Я понимаю, мы уже давно это делаем, потому что зимой газоны покрываются снегом, и именно там паркуются машины в несколько рядов. Возможно, если бы у нас эти газоны были покрыты бетонной сеткой, как вот это бывает, да, в городах мы давно этого просим, очень часто, да, парковки, зеленые парковки, так называемые. Экопарковка, да, Илья? Экопарковки, возможно, это имеется в виду, но сейчас мы можем только строить догадки, если не было пояснений, то и говорить пока что здесь вот не о чем. Давайте все-таки продолжим разговор про вывоз снега. Кстати говоря, к этому вопросу у нас приурочен опрос на сайте Кирова, ехакирова.ру, нашей группе ВКонтакте. Киров этой зимой убирает как? Лучше, хуже, ничего не изменилось. 45% говорят, что ничего не изменилось, и по 27% лучше и хуже. На странице ВКонтакте ты смотришь или где? Нет, я на сайте смотрю. На сайте, я ВКонтакте смотрю, у нас 500 человек проголосовало, между прочим, 50% за то, что ничего не изменилось. Ну, примерно такая же ситуация, а что получше и хуже все-таки? Давай посмотрим. На хуже 29%, лучше 21%. Вот, смотрите, недавно буквально я читала интервью, по-моему, в источнике новостей. Где Шульгин сказал, что все-таки ситуация лучше, чем до Нового года. До Нового года хуже убирали, чем убирают сейчас. Дальше у меня все-таки большой вопрос, на самом деле, про наших контрактников. Помните, нам заявляли, что рассматривается вопрос, чтобы заключать договоры, договоры не на год, а хотя бы от трех лет, для того, чтобы подрядчики могли закупать технику. На два? На три. На три все-таки? На три. На три. Да, чтобы они могли закупать технику, потому что, опять же, там вопрос достаточного количества техники из года в год тоже стоял, и контрактники жаловали, что они не могут закупать технику, потому что не знают, будет продолжаться и бизнес или не будет. То есть, Сёдор какое действие тоже делает? А у нас бюджет-то на сколько на год утверждает? Или все-таки на три? Год и плановый период. Ну, хорошо, если у нас бюджет утверждает на год, о каких-то плановых на три может идти речь? Ну, еще хорошо, мы заключили с ним контакт на три года. Ну, не вопрос, хорошо. Стали считать бюджет, собрались депутаты в ОЗС. Все пришли, а денег нету, все, не будем. Мы не захотим с ним заключать. Возможно, конечно, для подрядчика это будет более полезно. Но нужно, как в случае с депутатами, с губернаторами, с президентами, обязательно определять форму отзыва, потому что у нас ее, мягко говоря, нет. И тогда будет понятно, что если он не справляется со своими обязанностями, подрядчик, то его можно уволить назад. А то вот получается, что мы живем... Насколько я помню, об этом как раз тоже говорили. И больше никогда не орицепили. Возможно, будет проработано. Буквально секундочку. В завершение тем по парковкам, просто чтобы не возвращаться, смотрите, существует там возможность эти же парковки устроить на место стадионах. Вот есть стадион футбольный, под ним может быть парковка. Давай приведем пример конкретный. Приведем пример конкретный. Стадион возле школы, так, на улице Воровского, что там... Прогресс. Например. На Горького. Воровского-Горького, соответственно. Подземные парковки ты имеешь в виду? Конечно, именно стадион, на любом стадионе. Насколько мы помним, вы помните, что проектов подземных различного рода парковок, город время от времени, еще во времена Дранова, может быть и раньше, много там выдвигал. Помните, я говорю и про историю с большими пространствами. Нам нельзя строить здесь подземные парковки. Дайте хоть кто-нибудь договорить один раз, я не знаю. Дайте друг другу дать им возможность. Выглядит его из студии. Как вот он так говорит? Слушайте, ну вот Багир говорит, давайте посмотрим. Я говорю, вспоминаем, что говорилось про площадь у железнодорожного вокзала. Про подземные парковки говорили на театральной площади, разрабатывали. Про подземную парковку у мединститута и у мэри говорили много-много раз. Вот почему это все никогда не было реализовано? Что касается площади у железнодорожного вокзала, понятно, оказалось, что там коммуникации. Что касается площади на театральной площади, оказывается там коммуникация. Я про это и говорю, о том, что это глупость. А есть места без коммуникаций. То есть Багир предлагает поискать места без коммуникаций и приступить к строительству подземных парковок. Нет, понимаете, возьмите плановую застройку города Кирова, старый градостроительный план города Кирова, и возьмите старые планируемые коммуникации, какие были. Вы посмотрите и увидите, что там все в сетях. Ты как работник ДДК рассуждаешь сейчас. Вы подойдите к любому дому и даже посмотрите. У меня тогда вопрос. Давайте под сетями. Написано кабель. Шамиль и Багир, у меня тогда вопрос. Вот смотрите, одновременно сейчас начинают рассматривать... Давайте звонок примем, кто же невежливый уже держать так долго. Алло, добрый день, как вас зовут в эфире? Добрый день, меня зовут Владимир. Да, слушаем вас. Ваши соображения по поводу зимней содержания города? Вы знаете, оказывается, город можно чистить. У меня офис на улице Кирпичной, на Романе Редякова. Вот если кто там не ездил, надо проехать и посмотреть. Там дорога включена до асфальта и с обочином как убран. То есть у меня есть... Интересно, кто занимается обслуживанием этой улицы? ГДМС. И сказать спасибо именно за это. Говорите сейчас в эфире, чего уж. Большое спасибо, да. Владимир, расскажите, пожалуйста, давно у вас офис на улице Кирпичной? С 2000 года. То есть 17, уже 18 год. И вы говорите, что надо сказать спасибо сегодня, вот в этом году, вот сейчас, за то, как чистится эта улица. В прошлом году, позапрошлом была хуже ситуация? Так же, как во всем остальном городе. Была хуже. То есть вы делаете вывод, что во всем городе в этом году лучше ситуация с уборкой снега. Давайте мы... Не делаю такой вывод. Именно на этой улице. Именно на этой улице. Хорошо. Давайте еще один вопрос по Кирпичной улице с вами пробьем. Все-таки. А что у вас там с парковками? Есть ли проблемы с машинами, припаркованными на обочинах, и с вывозом самого снега? Вот само полотно там очищено, а обочины? Обочины очищены. Машины, которые паркуются в неположенных местах, видимо, их перемещают куда-то рядом, потому что снег очищен до самого бордюра. А это участок какой улицы Кирпичной? От Московской до Воровского? Ой, прошу прощения, от Московской до Лепси. До Сормовской, да. До Сормовской, да. Очень похоже очищено, так же точно хорошо. Спасибо, Владимир, мы вас поняли. Ну, улица Романа Ербекова, она такая, все-таки выделяется, там застройка-то не слишком. Володя, знаешь, как она выделялась все эти прошедшие годы? Нет много этажей прилегающих непосредственно проезжителей. Как-то нет. А где я жила все свое детство и южно-этажки? Знаете, давайте я поддержу его. Молодец мужик, позвонил, поблагодарил. Вот именно это нужно делать. Я буквально третью неделю подряд езжу по маршруту, который чистят в городе, и отличаю качественно именно, ну, к раности, как бы, беспристрастно ГДМС. Вот это улица Ердякова, вот эта улица, там дальше идет Мира. Потом идет... Кирпичная, Сормовская, Мира. После Мира идет производственная и Луганская. Если посмотреть его маршрут, там уходит дальше на Новый мост. Да, по Луганске на Новый мост. Вот это все зона ответственности ГДМС. И я уже третью неделю специально прямо там езжу. И это не сравнить с Некрасово, Пугачево, Чапаево... Горького. Есть такая улица, по которой я езжу. Называется улица Левитана. Наверное, многие ее знают. Ну вот. Так там никто никогда не ездил. Ни одна снегоборочная техника. А кто у вас там подрядчик на этой улице, на Левитане? Хороший вопрос. Не знаете же они, что подрядчик на вашей улице? Что делаем? Звонок принимаем или на рекламу уходим? Звонок. Давайте. Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день. Я вот тоже по улице Левитана хотел пожаловаться. Полотно чистят. А обочина сужается и сужается уже практически не разъехаться машинам. Как вас зовут? Марат. Марат. А вы знаете, кто у вас подрядчик по вашей дороге? Нет, не могу сказать. Спасибо, Марат. Спасибо. Спасибо. Мы делали когда эфир. Может быть, мне сейчас коллеги... Может быть, мне сейчас коллеги и наша продюсера Анна Лапшина подскажет номер телефона, по которому мы звонили, узнавая, жалуясь, как чистят улицы и кто там подрядчик. Они говорят... 64-00 и 48-00. Это единая диспетчерская служба. Оттуда звонок передоправляется. Некрасов, Пугачева, Сурикова. Сейчас прервимся на короткую рекламу. И, кстати говоря, можем попутно выяснить, кто у вас на Ревитана подрядчик. Общественники раскритиковали чиновников за плохую уборку города от снега буквально на днях 25-го числа. В общественной палате была встреча, где наши гости, вот сейчас находящиеся в студии Багир Шарифов и Шамиль Бузиков, члены региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. И другие, еще один из которых тоже, я сейчас, по-моему, у нас на связи, один и другой. На связи раскритиковали работу властей. Мы пытаемся понять, что именно подверглась критике и какие предложения, может быть, последовали. Примем давай телефонный звонок. Если я правильно поняла, Виталий Брам на связи с нами. Виталий, ты с нами? Да, привет, дорогие. Да, добрый день. Слушай, слушай, так много всего говорите. Как обычно в прямом эфире, мы там не могли выяснить, сколько у нас знаки стоят и какова разница между нашими и Казанью, да, мы там говорили. Вот Багир и Шамиль говорят, что ты обладаешь этой информацией. Нет, смотрите, давайте начнем с последнего опроса по улице Левитана, которая была, подрядчиков, о базис. Это контракт на порядка 15-16 миллионов рублей. Вот, это подрядчик, компания базис есть такая, но вот раз жалуются, соответственно, нужно службе ДДХ выехать и принять какие-то меры к этому подрядчику, первое. Второе, но, слушайте, говорим про парковки очень много, на самом деле вопрос непростой и должен лежать, ну, комплексно. То есть, город Киров уже требует разработки новой концепции развития транспортных потоков, парковок и все прочее. То есть, ну, именно комплексно. Я думаю, что администрация города к этому придет в скором времени. То есть, и общественные объединения подключились, мы знаем, что красивый Киров, Игорь Багин, разработал свой взгляд на 70-80 страниц. Уголовая администрация, изгады и все прочее, нужно двигаться, безусловно, в этом направлении. То, что прозвучало, то, что должно быть безусловно парковки, я считаю, что как можно больше платных потоков где угодно, то есть, в центре города, вплоть до дворов должны где-то прийти, чтобы люди, которые покупают автомобили, задумывались, что не только купить автомобиль, но и содержать его, в том числе и ставить нужно где-то. И если не сделать там те меры по, в том числе, ограничению пользования автомобилями, то мы приведем к коллапсу, к которому уже одной ногой в этом коллапсе транспортом. Естественно, самое главное, одномоментно нужно развивать общественный транспорт, здесь очень важно, чтобы дать какую-то альтернативу. Здесь и выделены полосы, и качественные автобусы, без печного топлива, и всего прочего, прочего, прочего. Естественно, платные парковки это то, к чему пришел весь цивилизованный мир, достаточно посредственно на нашу столицу, нашей Родины, которая за последние 5 лет... Виталий, Виталий, ты был на 25-го числа на встрече, о которой сегодня идет речь? Был, конечно, был. Да, был. Да, скажи, пожалуйста, вот скажи, пожалуйста, все-таки на вашу критику, которая прозвучала в адрес городской администрации, было что-то внятное сказано, кроме того, что денег нет? Да, конечно нет. Не было? Конечно нет. Абсолютно нет, потому что сейчас на данный момент, к сожалению, разговаривать нет с кем. У нас отсутствует руководитель, официальный руководитель дирекции дорожного хозяйства. И его руководитель, который смотрит из-под лоба, постоянно разговаривает, вообще в принципе не о чем, потому что он не принимает никаких решений. Масса вопросов, естественно, и в том числе в администрации было четко сказано главой управления благоустройства транспорт Олега Симакова, что система контроля за подрядчиками, в том числе за вылезом снега, не работает. Это его сказано публично. Соответственно, у нас есть предложение, как ее наладить, в принципе, насколько я вижу, у администрации города. По крайней мере, у главы администрации есть понимание в этом плане, поэтому надежда есть. Вопросы реализации, насколько она будет быстро внедрена. Естественно, все эти вопросы должны были бы обсуждаться еще летом прошлого года, чтобы подойти... Разве до этого было? У нас там выборы, Виталий, ты помнишь? У нас выборы были. Сейчас опять выборы. У нас были не только выборы, у нас был замечательный руководитель дирекции дорожных хозяйств, который занимался немножко не тем, чем должен был. Вот и все. То есть у нас просто отсутствовала целенаправленная работа в этом направлении. Ну вот в этом проблема. Выборы и выборы... Да, вернемся к началу все-таки и отпустим тебя. Скажи, пожалуйста, твои коллеги Багир и Шамиль сказали, что ты в курсе, насколько велика разница в стоимости дорожных знаков в нашем регионе и, например, в соседнем Татарстане. Я, собственно говоря, еще не мониторил данную тему. Я думаю, что вопрос, в принципе, бюджета его величины. То есть даже если там ценники выше на 20-30 процентов, это не решает значительно проблему. Проблема, в принципе, деньги там есть. Возможности можно установить знаки за счет государственного частного партнерства, за счет, может быть, не муниципальной службы вывоза эвакуации, а частной вывозы. Поиск решений. Мы поняли. Сотрудничество и поиск решений. Спасибо. Ну, коллеги, вот видите, вопрос важный. Мы критиковать-то все умеем. Мы с Володей тоже очень любим, особенно я, покритиковать здесь в студии. Но все-таки, если мы заявляем, что знаки дороже, то надо на источник, который мониторил все-таки, ссылаться, да, а потом уже говорить, что они дороже. Хотя я вот почему-то думаю, что, наверное, так оно и есть. Просто надо посмотреть цифры. Давайте поговорим о снежных свалках, которые вы тоже проинспектировали. Я только подскажу еще раз нашим слушателям номер телефона горячей линии, круглосуточной горячей линии дирекции дорожного хозяйства 415950. 41-59-50. Вот и по этому телефону я звонила. И вы можете позвонить и узнать, какая компания отвечает за уборку ваших улиц от снега в этом году. И если что-то вас не устраивает, оставить жалобу. И мы, кстати говоря, можем ее еще раз озвучить при новой встрече с упомянутыми уже людьми из администрации. С господином Печенкиным, с господином Мишутиным. Подчеркиваем улиц. Речь не идет о дворах. Не дворы, улицы. Давайте про снежные свалки. Все-таки сообщения были от горожан, что снег время от времени, они видят, возникают снежные горы там, где они считают, что в черте города вообще не должны возникать. Помните, была жалоба, что по улице Урицкого вдруг откуда-то снежная гора выросла. И вы тоже, как вы сказали там до эфира, нашли там место, где вы считаете несанкционированная снежная свалка. Ну, мы посетили три ГДМСах и еще одна, где нас не остановили, ничего не спросили. Мы понаблюдали, как происходит выгрузка снега. То есть, переходит туда машина, вываливает и выезжает все. Ну, как ее можно назвать, какую еще свалку-то можно назвать. То есть, мы там побыли, машина пять вывалилась и уехала. Потом мы поинтересовались, кто это. Там был Сбербанк, там были еще... Откуда везут, да? Да, ряд компаний, транспорт как бы наемный. На стационарных свалках, САХ, ГДМС, ну, как бы были трезвые люди. А в смысле, они пьяные? В этом смысле? Они были трезвые, для России это уже здорово. И я вот это хочу отметить дальше. Это в котором часу было? Ну, в 11, по-моему. Значит, и ГДМС там было два человека. Впоследствии нам ДТХ сказали, что один, так сказать, представляет их интересы. Но мы не поняли для себя, как он представляет. То есть, фиксация транспорта, бумажка, так сказать, записки и не более того. То есть, контроль и учет должным образом не организован. Вообще отсутствует документ оборотов. Дальше технологически продолжит Шамиль, потому что он правильно может это озвучить. Да, Шамиль, пожалуйста. Как, Шамиль, это должно быть организовано, да? Да, как никак. Оформляться. Нет, а как должно быть? Путевой лист должен быть, в путевом листе должны стоять отметки. Как нам потом пояснили, что, например, вот на Саховской свалке, когда мы были, домик, домики печное отопление, все нормально, сидит человек, у него компьютер, и он записывает. То есть, он смотрит в окошечко, у него камера, выехал, заехал. КАМАЗ подъезжает, тушит ближний свет, записывает государственный регистрационный знак, они проезжают и так далее. Ну, вот какой-то как бы учет именно ведется, то есть есть. Что я там не обнаружил, у него нет приказа, например, от вышестоящего руководства, именно по перечню машин, которые сегодня вышли на линию, которые они работают. То есть, у того человека, который принимает этот момент, да? Я задал вопрос, как вы определяете, он показывает мне бумажку, бумажка записана рукой, он переписал номера автотранспорта, и он по этой бумажке сверяет. То есть, я говорю, ну, это бумажка, как бы официальный документ, что ли, как, ну, принадлежат эти машины САХ или не принадлежат эти машины САХ. То есть, как, может, заехать, в принципе, кто угодно, что ли? А он что? Нет, вот все, вот мы сверяем, мы же знаем свою технику. Хорошо, говорю, а сколько единиц работают? Ну, вся техника вышла на улицу работать или не вся? Или, может, какая-то стоит, вы откуда знаете это? Какая? Какая в сегодняшний момент вышла? То есть, ответ кого-то я тоже не получил. Вот, дальше мы были на свалке в ГДМС, но там еще интереснее, значит, вагончик, сидят двое, ну, и смотрят. Подъезжаешь, самое интересное, они вдвоем так в окошко, хоп, заглянули и смотрят, кто заезжает. То есть, взял, заехал, вывалил, он сделал отметку, никакого компьютера у него нет, точки связи нет, то есть, он просто на листе бумаге отвечает. В какой точке находится Шамиль, вот эти две свалки, Саховская и ГДМС-овская? Саховская свалка, это у нас район БХЗ, возле БХЗ, туда дальше, 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 вот, а район ГДМС, это Коминтерн, площади едем, сворачиваем налево и туда веляем, веляем, веляем и попадаем. Мы же помним, что история с снежными полигонами, она, проблема не только в том заключается, как осуществляется там учет и вывоз и прочее, что возникают еще какие-то левые тоже свалочки, куда вот подрядчики более мелкие, вдруг свозят там, например, и так далее. А видите, проблема в чем? Снег, чтобы свозить куда-то, нужно купить талон. Купи талон, пожалуйста, привози и вываливай. И мы задали вопрос, хорошо. Я сказал, извини, что я тебя перебиваю, но нам сказали, мы про талоны тоже с Володей спрашивали, и нам сказали, лет 10, как уже нет системы талонов. Вы знаете, самое интересное, когда были на Саховской свалке, вот, приехали несколько Камазов, ну, тоже не принадлежащие, и нам показали вот эти талоны, на 17-й год они лежали. Мы тоже спросили. Да нет, 4 талона, я видел, с вами, я спросил. А все больше нет, 4 всего. А откуда, говорю, а вот, если, говорит, идут, едут не наши, вот вы по таким талонам занимаетесь. Вы знаете, на самом деле, СИСАК подписан, ГДМС, Новый вкус снега, это их проблема, как организовать учет. Это вообще не наше дело, так-то. Единственное, о чем мы хотели бы сказать, что ДХ, город, к сожалению, не контролирует этот процесс, и он не налажен. Элементы контроля, учеты и так далее. В связи с этим, раз это делается вручную и на глазок, то сведения любые можно занести. Ну, конечно. Я здесь поясню, смотрите, какая ситуация. Когда не было GPS-навигаторов, не было ничего, назовем так, более советское время, да, больше советский период. Мне нравится более советское время, и сейчас менее советское время. Совершенно верно. Ну, как бы, почему я так выразился, поясню. Полминуты остается у нас. В голове-то до сих пор социализм, в кармане капитализм. Пока в голове капитализм станет, тогда будет все хорошо, пока еще нет. Вот. Как там происходило? Как там происходило? В путевом листе заносились записи, и они фиксировались. Было записано, кто принял, чего привез, когда привез, почему привез. И это был основной документ, которому верили. Сейчас мы говорим, ой, высокие технологии, здорово, GPS, спутник, все остальное. При этом документ был у водителя, который выходил и подписывал у приемщика, и у приемщика, где расписывался водитель. Да, он ставил ответку. Это интересно, давайте мы сделаем такую тему и расспросим, как система учета вывозимого снега устроена у нас. А сейчас GPS. А сейчас говорим GPS. Вот мы вам дали трек и показали, кто куда ездит. Мы разберемся в этом. Спасибо, что подарили нам такую идею. Ашамиль Бузиков, Багир Шарифов, члены региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, были у нас в студии. И по-прежнему все-таки люди голосуют, что ничего не изменилось в уборке снега. Однако вот был звонок с благодарностью, что уже приятно слышать. Сейчас прервемся на новости и тематические программы. В начале следующего часа вернемся с дневным разворотом. Доброго дня! Продолжение следует... Продолжение следует...